здравствуйте дорогие товарищи сегодня ввиду того что август это время кайкона мы поиграем в quake champions это продукт от всемирно известной геймдевелоперской компании idsoftware ныне живущий под безездой которая живет под майкрософтом и quake champions изначально задумался как наследник quake 3 арена в общем там сложная история сейчас я обо всем поведаю в общем серия quake началась как нечто что-то отдельное от принесшие мировой успех idsoftware думу то есть это был первый движок на котором который был полностью трехмерный и изначально quake думался чем-то абсолютно другим нежели был дум но в итоге из того что разработка затянулась и люди устали решил ли вернуть разработчики решили вернуться к изначальной концепции морпех против исчадия ада у них правда был один человек в команде который был поклонником творчества лавкрафта и собственно от и демоны и черти поменялись на лавкрафтовских монстров так у нас появился шабнегурат и прочие товарищи в общем-то в quake champions активно используется эта же мифология и у нас уже четыре бога скажем так очень подозрительно похоже на древних лавкрафта значит после того как quake был выпущен джон ромеро который был одним из ведущих геймдизайнеров дума вольфенштейна но в общем-то в квейке делал левел и в общем-то занимался геймдизайном он вышел из команды как бы они рассорились джоном кармаком джон кармак сказал что он слишком много играет дом так сказать и пора расстаться в общем-то они это сделали и джон ромеро пошел своей дорогой организов организовав компанию айн шторм что-то в этом роде которые занимались потом на хроноксом до сексом и дайкатаны в общем дайкат из всех этих списков она хронокс выступил средненько да у секса стала иконы и киберпанка в общем каким-то идейным наследником систем шока и за родителем одним из икон на и мерсив сима дайкатана стала жертвой непомерной амбиции джона ромеро и в общем-то потянуло его на дно как геймдизайнеры так что сейчас мы о нем особо-то и и не знаем ну как прям как сказки старший умный был детина средний был и так и сяк но младший был дура собственно что касается основа основного костяка иди софт вэр то они решили создавать квейк 2 и точнее не совсем так они решили создавать еще одну новую игру фантастическом сеттинге где там должна была быть атака на какие-то космические бастионы и под конец разработки они так поняли что для того чтобы игра лучше продалась им нужно использовать уже имеющееся название и они взяли имя койка вот к следующей игре команда уже совершенно задолбал сделать и ну плеерные игры но видимо все-таки джон ромеро был такой творческой силы который придумал мир и скажем так ну и возможно еще человек который там занимался на кроноксом и так далее в общем что-то поменялось в расстановке сил айдёв софт вэр джон карма как ведущий движка писатель стала ключевой силой в этом коллективе и в итоге видя что синглплеер у них уже не очень хочется им этого этим заниматься они решили заняться тем что у них хорошо получил получалось движки и мочилу они сделали кое-как три арена чисто мультиплеер на проект но правда были боты вот и наряду с анрил торнаментом и контр страйком начала двухтысячных стало временем мультиплеерных проектов как бы там же недалеко возник стим 2003 год half life 2 так что так что успех у кайка 3 был ну что же после этого было doom 3 который во многом слезал многое с half life а но при этом был достаточно оригинальным продуктом и весьма крепко сделанным продуктом то есть это не отнять того что он несмотря ни на что был сделан ветеранами игрострою и где-то там же все разрушилось как бы если говорить о серии коек то после койка попытались сделать койк ворс баттлфилдоподобным проект который не сильно взлетел и его закрыли на мой взгляд жаль могли бы оставить полы пару серверов для 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 фанатов а потом потом был проект койк лайф они вначале пытались сделать его на но опять же на движке койка 3 идти 3 по моему до 1 3 и сделать его как и браузер на дополнение то есть можно было играть прям браузер и это действительно работала возможно не так хорошо как хотелось бы так что они все равно вернулись к отдельному клиенту вначале брали за него деньги а потом делали бесплатно и в общем-то койк лайф до сих пор еще живой но живут как обычно там эти сплошные папки вака папки вот и финальный штрих во вселенной койка это был именно койк чемпионс они придумали что будут делать что-то подобное овервотчу или как то так то есть основные механики койка заточен на его многочисленных соревнованиях к иконах плюс небольшие фичи с каждого чемпиона то есть немножко по-другому прыгают немножко по-другому двигаются и разные ульты ну что же перейдем чемпионам нет завершение надо сказать что у товарищей в общем-то были большие планы у айди софтвер но как-то не задалось в общем такой чемпионс оказался не настолько нужным миру и его вначале пытались продавать а потом сделали бесплатно в общем-то правильное решение на мой взгляд поскольку такие мультиплеерные проекты они зависят от игроков и нужно обеспечить прямой доступ к ним и койк в общем-то это достаточно специфичная игра это очень и очень соревновательный онлайн шутер арендный шутер который может отпугнуть игроков а если там что-то подплачивать то это просто как-то так люди могут просто не нахер нахер нужно вот у айди софтвера еще были рейджи вульфенштайны и вот недавно они можно сказать возродились через 2016 дом и дом eternal ну как бы думаю твернул на мой взгляд немного немножечко хуже нежели 2016 2016 хотя возможно кому-то очень сильно и зашло потому что это какое-то такое совмещение механик дума и квейка общем какие-то бешеные бешеные сингл-плеерные мочилова ну а койк собственно мультиплеерные мочилова и так как мы можем догадаться чемпионы тут собраны из самых различных игр айди софтвер на самом деле тут такая фишка что в кайке третьем они напридумывали всяких товарищей и многие перекочевали именно сюда из дата майнерских находок гораздо больше должно было быть чемпионов но из-за того что игра не особо то и выстрелила ну как бы не стало массово культурной этих чемпионов и не добавили хотя можно было вот смотрите у нас есть блашкович это вульфенштайн правда вульфенштайн нового образца но тем не менее первая серия первая серия игр которая была у айди софтвер то есть они сделали вульфенштайн 3d на предтече движка айди тэч 1 и потом это она принесла им основные деньги как бы первый псевдо трехмерный шутер и потом на самом деле серия занимались другие команды и вообще вульфенштайн это же не собственно среди софтвер по-хорошему то есть был данжен кроулер такой абсолютно черно-белый такой шпионский так сказать стелс стелсный шутер аркада скажем так такая вот с видом сверху которую права на которую вы купили и айдишники и сделали свой боевик вот а после них занимались этим проектом греймиттер интерактив если я правильно помню то есть это такие есть череда компаний называемый айди сателиты которые где-то рядом крутились там всякие и делали для них всякие дон и там dlc-шки там для квейка для того же дума там raymond софтвер который делает call of duty это они начинали же с того же с тех же квейков и там хексаны сделали херетика на движке айди течи 1 то есть думовском движке вот ну и собственно вульфенштайн возвращаясь к вульфенштайну то его судьба сейчас находится в руках машин геймс шведской компании или около того но я имею ввиду что мы возможно география несколько расширена и как бы не все работы которые не делает не все работы по вульфенштейну сосредоточены именно там ведь если мы помним вульфенштайн и янг блат он был сделан в кооперации с другой без безездовской компанией arcane studios который находится во франции вот и в общем-то вульфенштайн и теперь это каст сторонняя к иди софтвера разработка получается на самом деле очень жду я очень жду вульфенштайн 3 интересно чем же закончится история террор били или уильяма биджей блажковича этого человека который убил гитлера да так давайте сразу же посмотрим какие-то комплекты интересные есть тут они придумали такую интересную штуку что есть комплект и которые не особо меняется то есть например это вот буквально картинка повторяющая арт для вульфенштайн 3d так того самого 90 ну с моделью собственно из вульфенштайн 2014 и по моему эта моделька из вульфенштайн вульфенштайн old blood то есть стандалонового dlc для для оригинального вульфенштайн оригинальном смысле 2014 дальше у нас имеется комплектики для по всякому как мы хотели бы ну то есть как вы хотите так и наряжайте в общем-то это из вульфенштайн и new colossus ныне я бы сказал вульфенштайн 2 это из ролика где биджей бласкович мечтает о том как он бы попивал пиво вокруг детей в американской глубинке но увы он просыпается в польском госпитале за секунду до того как его пристрелит нацисты ну что не получается все наоборот это всякие дополнительные штуки это основной скин и из вульфенштайн 2014 собственно айди тач 5 и насколько я помню но в общем-то айди тачные движки они взаимозаменяемые и судя по тому как и не поменяли как быстро начали меняться цифры в этих движках после того как ушел кармак одни и в общем-то делают не революционные изменения а эволюционные в общем-то думы тернул он где-то на айди тач 7 если я правильно помню ну хорошо значит это был вульфенштайн дальше у нас идет doom doom slayer комплектики у нас такие это doom 3 отсылка к doom 3 это к думу из койк 3 арена это собственно doom 2016 странно что они не добавили модельку из doom и тернул дальше у нас есть койк койк ему придумали вот эту вот предысторию то есть если вы заметили что у нас есть самые нижние комплекты это исторические отсылка к чему-то какой-то истории и тут придумали такое что вот этот вот койк гай был картербэком американского футболе и вот этот шлем который потом можно увидеть ну как редко нам можно увидеть на команды реки не это тоже одна из первых игр айди софтвара простейшим простенькая такая забавненькая детская аркада о том как мальчик на марсе гениальный мальчик прилетел на марс и там что-то делал и потом возвращался это такая большая отсылочка то есть если говорить о семейном древе блашковичей то получается хитрая такая хитрая такая схема что у нас был товарищ блашковиц у него детях был то есть не в детях во внуках был командор кин каким-то боком здесь притесали койк гая он то ли отец то ли брат командора кина судя по шлему а собственно doom slayer вот этот вот товарищ это каждый кажется сын командора кина то есть в общем такая интересная интересная эпопея айди софтвер как разное одно семейство борется со злом который угрожает земли так возвращаясь к нашим товарищем то есть дум наконец-то у нас койк кой гайда я его показывал только что комплекта у нас такие это не добавили в честь ремастера койк один кстати очень советую это до сих пор играется отлично особенно оригинальной компания дал слишком не не так зашли оригинальная компания первые три первые три акта потому что 4 он какой-то странноватый там товарищ который придумал что койк гай должен бороться с лавкрафта в общем-то сэнди сэнди питерсон или как-то так вот он по-моему не очень хорошо делал уровне зато вот то что придумали машин геймс они весьма и весьма неплохо в частности потому что тоже есть уровне которые там не так хорошо зашли то есть причем здесь машин геймс при том что они в определенный момент выпустили map pack который стал map pack оригинальным койка который стал официальный официальным дополнением к игре а машин геймс как вы помните это те люди которые делали вольфенштайн 2014 и вольфенштайн new colossus так налетчик это видимо что-то из лорного но такого неопределенного как будто он там путешествовал по дрим ландом после победы над шабнегуратом это какая-то тяжелая броня ну и собственно где-то там что-то оригинальное хотя более оригинальное это скорее вот это вот но украшение плащик это я уже там дополнил сам оригинальное конечно вот это койк с койком у нас связан еще рыцарь смерти рыцарь смерти ему придумали такой лор походу он где-то там связан хексоном и херетиком но поскольку я не играл в эти игры я не знаю я не скажу точно но то он стал очень разнообразным то есть в оригинале это просто мужик такой большой мужик броне который мог стреляться огненными спал с полохами то здесь это прямо такой вот по всякому и человек сквозь которого проросли проросло дерево и кибер кибер воины и вот это вот почти что баунс из койка 3 но вот где-то такое он оригинально хотят конечно очень сильного и переделали то есть койке первым рыцарь смерти было чуть менее экстравагантом скорее там был просто большой рыцари под аля как же главный босс из return to call castle мульфенштайн но самый последний которого воскресили я к сожалению не помню сейчас на данный момент что-то у нас дальше есть итак идем упоминая хексона херетик у нас есть еще голена я к сожалению не очень понимаю как она связана но походу она у нее есть connection к этому рыцарю смерти то есть у нее такие всякие интересные скины она ставит мину лечилку для себя ну вот рыцарь смерти также выпускает огненные сполохи а у этого получилась фича орба то есть он кидает энергетический шарка аля то что мы видели в последней миссии койка 1 и может телепортироваться в том же направлении doom slayer он просто berserk включает режим berserk в любой момент и может запинать блашковича по типу 2014 вольфенштайна двойная стрельба по македонски они долго регулировали эту фичу поскольку это фактически куа дэмэдж но дабл дэмэдж был сейчас это где-то 125 или что-то в этом роде но я не особо слежу за балансом как бы я не дуэлист чтобы за такими вещами следить дальше у нас идет противник из койка 2 точнее я бы даже сказал что это не совсем койк 2 это что-то среднее между койк 2 и койк ворс поскольку если мы посмотрим на вот эти все одежки ну как бы скинчики то это скорее отсыл как именно койк ворс там различным классом персонажей жалко что а чё жалко фейк 2 не было определенного протагониста он как бы сайлент протагонист как везде просто космический марин который попал не туда но с тем набором навыков для того чтобы выжить до конца скажем так для койка 2 у нас есть атена афина афина это такая на самом деле это игрушка которая выпускалась дополнение койка 2 то есть как бы была игра и игрушка вы и компании выпустили несколько фигур и вот она где-то наверно так выглядела но я не уверен вот для нее она делали таких вот скинчиков полицейские вот где-то скорее всего вот такой вот такая вот товарищ если мы посмотрим на если мы пойдем дальше то и кайк 3 кайк 3 принес нам больше всего чемпионов это получается у нас есть анарки это товарищ который вовсю властвовал в четвертом тире это босс четвертого тира то есть кайк 3 там получалось что было 7 тиров по 4 карт карты в каждом и обычно последняя карта была дуэльной картой с каким-то мега злым боссом и вот в четвертом тире было анарки такой вот летающий товарищ который выглядел скорее вот где-то так на если мы придумали предысторий как будто был пацан который имел много денег любил наркотики и внезапно узнал про мира ктулху ну это dreamland мир снов и туда улетел чтобы за своим счастьем при этом он захватил еще и слэш тоже девочка из третьего кайка она выглядела там немножко более фривольно но и тут такая неплохая симпатяшка то есть если вот как раз таки у анарки спешил это он умеет себя подлечивать так берет и прямо во время боя шприцом себя втыкает вену а услышь как вы видите по конькам она может делать плазменный след за собой и очень бодренько двигается но если говорить про комикс который вышел покой champions я его купил почитал и мне даже в целом понравился как бы но это не то чтобы шедевр искусства это не шедевр комикса строения но при этом там достаточно интересные байки открывается как бы связывается весь этот айдиверс я бы так назвал то есть все вот эти чемпионы в одном вот в один мир и я бы хотел чтобы он продолжался как-то так но из-за того что не очень удачно пошла пошла игра это все дело прекратилось хотя действовали с размахом и в общем в том комиксе эти двое подкачались наркотиками пошли на какую-то хитрую операцию и очутились в мире снов анарки не получил супер удовольствие которого хотел там какого-то освобождения он там то есть какое-то психическое отклонение у товарища стала засада знаете компульсивно-обсессивный синдром ну а слышь просто пошла с ним за пару но и для того чтобы окончательно освободиться анаркия шмальнула в слышь это их не убила как бы по лору они возврат перевозродились в этом мире снов но отношения были окончательно потеряны продолжая дальше про койк 3 у нас есть вайзер один из ключевых таких товарищей которые очень классно сидели ну виделись на артах особенно вот этот вот классический скин вайзера в койке 3 собственно он не сильно выделялся потому что там было вайзер гор который как бы между собой и я поначалу думал что это такие строговские клоны которые соревновали где-то там но оказалось что это все таки я так полагаю что это рука москвы в данном случае сейбр интерактив которые питерская команда которая делала вот койк чемпион с первую итерацию первые итерации как бы сейчас это все под руководством иди софтвера полностью но вот первые версии до определенного этапа все это было под руководством сейбр интерактив и они сделали под себя товарища вайзера и он так периодического я тебя вижу причем на чистейшем русском языке вот вечно это как раз таки отсылка к арту квейка 3 вот оказалось короче что вайзера это груш на спецпроект который в определенный момент сбежал ну то есть был сделан с использованием ктулховских технологий скажем так от американского ученого определенный момент сбежала и добрался до базы где только что прошел койгай то есть получается что случилась тревога койгай пробился сквозь свои эти сквозь сквозь базу до порталов и какое-то время спустя там же появился вайзер ну когда добрался до америки секретными путями ну и тоже вошел в червоточину это было бы кстати интересно посмотреть кстати говоря в списке аддонов которые идут вместе с койк ремастером есть такая карта я уже не помню как она называется но есть такая карта которая как бы повторяет первый уровень квейка но словно это прошло 20 лет спустя и вот когда я проходил я воспоминал этот сюжет из комикса и думал что было прикольно наверное так как как-то это развить эту фишечку у вайзера есть несколько вариаций сионик спартанец агент все они кстати офигенно классные мне очень нравится вайзер прайм это наверное какой-то первичный проект я такие не знаю но мне больше нравится этот вечно он такой агрессивный пассивно агрессивный так если говорим дальше про утришных чемпионов то у нас дальше есть сорлок сорлок это такая зверюга которая очень неконкретно выглядела в коеке третьем просто такая большая махина была но здесь ее четко оформили в такую ящерицу большую она плюется плюется а кстати у вайзера по названию его по названию чемпиона спешл это волхак то есть это или первый легальный волхак пассивная ачивка который не дает боевых навыков но но не дает никакого урона но позволяет отслеживать противника что иногда гораздо круче нежели любая там активная ракета так но собственно сорлок сорлок это такая ящерица если почитать историю если почитать реплики персонажей из quake 3 арена то она очень сильно конфликтовала с хантером и ну хантер это такая полуголая девушка лордесса третьего тира которая больно жарила электричеством я до сих пор помню как на nightmarine проходил этого бота в общем-то спасало то что была ракетница которая при помощи которой можно было держать ее вдалеке не позволяя приближаться с электроганом ну у сорлока такого не она не была лордом тира но как видим это такая пара была сорлок и хантер и я на самом деле очень сильно ждал когда же появится этот когда же появится чемпион хантер сейчас пока посмотрим где у нас там battle pass battle pass боевое поднимем и даже были и даже были картинки и концепт-арты к этому всему к сожалению в этом батл пассе ведь их нету в этом батл пассе нету есть только клеск о котором еще позже расскажу да так вернемся к нашим чемпионам да и вот я ждал что будет хантер в определенный момент но пока ничего нету к сожалению из комплектов которые есть для этой ящерки есть куча всяких прикольных штук он прикольный миха ссор может сказать оригинальная со всякими такими приблудами то есть это не просто один скин скину которые всякие приблуды вот она блются всякой зеленой тварь зеленой слизи которая сдерживает и очень больно жжется ну и последний из этого списка кутришных персонажей это собственно киилл я бы сказал что в коеке третьем он видел скорее как какой-то более испанский афро афро латинос такой но здесь его сделали просто довольно на типичным довольно типичным доброе утро вьетнам стрелком так ну да что про него рассказать что он стреляется вот этими вот из этих пушек стреляется гранатами забавно что в определенный момент когда вводили оружие для квейка champions то объяснили замену гранатомета достаточно классическое классического оружия для серии квейк на три болт то есть это фактически тот же гранатомет который стреляет прилепляющимися минами 333 прилепляющиеся мины выстрелит вместо там болтающийся такой гранатки объяснили это тем что она там всякий гранат граната спамы могут быть потом еще нужно игре разбираться кто же выстрелил так сказать на кого урон и прочее 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 а тут вот тут пожалуйста вот тебе и гранатный спам ну правда поскольку это special не так часто да и по роликам представляющим этого чемпиона было стало ясно что у него в противниках килл а то есть не килл а клеск такой инопланетного вида товарищ точнее не инопланетного просто инопланетянин какой-то скин которую я очень любил квейки 3 и если мы посмотрим на батл пасс то этот клеск очень часто появляется но я не думаю что мы можем ждать что мы дождемся что он появится в виде нового чемпиона когда липом скорее всего игра квейк чемпионс она находится в состоянии вот видите такая прямо маска квейк чемпионс находится в состоянии такого сплошного пост релиза где ну из разряда будут свободные ресурсы мы что-то добавим не будут но нет и чемпион с балансировкой с тем направлением что квейк чемпионс это соревновательный шутер который используется на квейк конах для именно соревновательного решения он ну то есть добавка нового чемпиона это становится очень большой проблемой и очень большими ресурсами так что максимум что можно ждать это какая-нибудь карта но не более того но я буду рад ошибаться а что же касается всех остальных чемпионов которые тут у нас имеется то у нас есть скейлбер которые добавили непосредственно в этой игре вот он так выглядит как то так вот прикольный скинчик да по лору это какой то захватчик ну это такой тяжелый чувак который может с разбегу плющить всех остальных то есть только дайте ему разбежаться это как в дарктайде огрен может делать или там как в верментайде кто же там так может делать а какой-нибудь зелот нет неважно в общем скейлбер ну и название конечно он напал на планету никс это девушка которая может скрываться в в зону между измерениями и потом возникать такое полустелс скажем так вот видите как она выглядит прикольная конечно добавление не такие иногда вообще никакие а тем не менее сам мискин и прикольная так их можно еще комбинировать то есть не просто брать что-то из одного что-то из другого и потом собирать то что вам больше нравится ну и добавлять всякие украшения так ну а если завершать наш разговор о чемпионах то у нас есть еще парочка сладкая парочка айзен и клатч клатч так полагаю был добавлен как отсылка к одному саксессору wannabe quake третьего как называлась там какая-то арена где приблизительно такие роботы между собой бились и в общем так как отсылочка к так джуниор это это моделька врага из квейка 2 которую использовали в квейке 3 ну соответственно допол доделанная она такая большая большая и массивная была и вот видимо где то ее использовали вот габариты ее решили воспользоваться на для создания нового персонажа это как бы бурильный робот который сошел с ума под воздействием тех же самых шепотов древних да и стал собственно мочить ненужную ему людишек у него есть возможность у единственного есть возможность делать дэши в сторону правда сделано через жопу по старому анрил торнаментному типу когда тебе нужно два раза нажать на право-лево и поэтому для меня он не имеет большой ценности как персонаж поскольку неудобно управлять а он большой толстый все по нему попадают и в противовес ему добавили вот этого товарища айзена на самом деле если посмотреть на его комплект он какой-то весьма холф лайфистый вам не кажется но в общем то это классический инженер той той инженер которая вытаскивает автопушку турельку и она ему немножко помогает да да к игре планировалось еще куча других чемпионов но как я уже сказал их не будет и я на самом деле сожалею о том что из квайка третьего не притащили многих персонажей которые там реально прикольные там только нужно придумать спешилы всякие целую статью об этом замутил в свое время и в том числе из других игр квайка то есть ну не квайка айди софтвера не добавили например из квайка четвертого мэтью гейн который был наполовину переделан строго там из рейджа персонажей нету и и что еще ну и вот если они уже добавили то били блашковича они могли бы и добавить там сестер из янг плада кому это нужно ну мало ли кому мне я с удовольствием поиграл ладушки давайте запустим поиск игры вот допустим какой нибудь побоище чтобы по быстрому или командным бой давайте побоище да и продолжим наш разговор про чемпионов у нас тут получается что все чемпионы разделены на несколько тиров то есть не тира как бы весьма условно разделены на легких средних и тяжелых чемпионов и я наверное начну с классического клейгая попробуем им поиграть в игре есть всякие испытания пока шел бета тест я накапливал вот эти вот биографические штуки как вы видите здесь как раз таки эти скины которые открывались если ты накопил все эти там такие свитки можно было находить такая мини игра в процессе процессе наяривания по арене что то здесь добавили вот эти древние боги я не понимаю как открывать и вот это вот что то такое откуда это вообще пришло может быть это с дуэлями но я как то с дуэлями не дружу как я уже говорил давайте просто все обозначим кроме с 1 да здесь же есть магазин на котором можно закупить чемпионов если бы ну я поскольку взял покупал именно игру потому что она мне понравилась то у меня все чемпионы уже есть в комплекте ну и там какие то вещи а поскольку в определенный момент игра стала бесплатной в начале условно бесплатная то есть там один чемпион или парочка были доступны а все остальные нужно было докупать сейчас просто бесплатно и теперь эта схема с докупкой чемпионы чемпионов она продолжает работать то собственно мне ничего из них покупать не надо вот зато всяких вот оружие причем прикольно что они добавляют эти оружие из квейка второго третьего четвертого то есть потом посмотрим голосуйте ебучий спартак да у меня есть подозрение откуда этот товарищ ну и собственно сейчас попробуем побегать пострелять мир древний Там товарищи из Saber Interactive, когда разрабатывали мир Когда разрабатывали Quake Champions, они придумали, что должно быть 4 бога Что-то вроде по типу сторон По типу сезонов И прочее, прочее, прочее По типу сезонов, да И Собственно у каждого бога Своя Своя Оторсель, свои какие-то Причиндали То есть, это скорее всего Кталха Там, видите, какие Моря, там Подводные миры Это что-то вроде загона То есть, они решили сделать Ктулху, но не совсем ктулху Ну, в том смысле, что Lovecraft, но не совсем Lovecraft То есть Несколько своя вселенная, тем более, что Тем более, что Вселенная Lovecraft Она не Не является чем-то Устоявшимся Скорее, там Это было нечто вроде Литературной игры То есть, товарищ Lovecraft, когда писал свои Рассказы Он Не придумал вселенной Он написал один рассказ А потом Таким случайными мазками Добавлял Упоминания Други Своих предыдущих работ Ну Вещей Что он придумал В своих предыдущих работ Готовьте свою команду И Так Собирал и собирал И все Все вместе Там люди такие Опаньки О, что Как бы Это все связано Простите Ай Зараза Довольно Довольно Жирный Тварь Вот Ты, блин Как вы видите Я играл Довольно Давно Довольно Ай Ай Ну пока У меня есть Сфера Рога Есть В смысле Защита На подходе Четвертого Рога Наши Там труба Как всегда Рулит Там даже Есть Четыре Не четыре А есть режим Ох ты ж Блин Режим Которым Можно Вашей Четверной Урон Команды Сравнялись Есть режим В котором Присутствует Только три Оружия Это Рельса Рельса Лайтнинган Он же Шафт И Шайкан Труба Нау Нау Руки-то помнит Что-то Да А Блин Только Воспользовался Ультой Оно Такое Вот Спать Ай Блин Ах ты собака да это такая игра в которой очень быстро дохнешь ай собака как вы видите даже двойное даже две пушки не очень помогает плашку еще но у нее есть такая фишка что он дополняет дополнять свое здоровье до дополнять свое здоровье до 25 то есть если было 60 но до 75 дойдет если было 1 до 25 ей и так далее давайте дальше ну чё дум слоя собака у него кстати есть возможность двойного прыжка как в собственном игре а 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 вот и а большой Он там выигран, правда? Ну кто здесь? Продолжение следует... Ну конечно там микроним 40 этих самых... Пипец, но тут такая... Ввиду того, что игроков мало, они всех вместе пекают. И в общем-то, если вы не занимаетесь рейтинговыми... Боями, то... Ну как-то так. Честно говоря, не надо особо обращать внимание. Это просто весело пострелять. Да, что там у нас... Шарда. Что эти шарды дают? 21, пипец. Если я что-то хочу купить, то... Мне тут просто... Дрочить и дрочить. Ну вот, пока поиск матча идет, давайте посмотрим на то, что у нас есть. Вот, прикольные всякие штуки. Это... Они добавили кучу оружия из других игр. Своих же. Вот, это четвертый Quake. Третий Quake. Это, собственно, Quake Champions. Голосуйте. Команда. Да, ну нахер. Так что... Можно сделать свой личный Quake 3 Arena. Да. Только нужно купить весь этот комплект. Ага. По крайней мере... Я себе прикупил этот плазмоган вместо гвоздемета. Да, да. Вот, не люблю эти... Вейлопнатх. Это... Дейк. Х, нужно нажать, да? И мы возьмем кого же мы возьмем, 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 возьмем. А, давайте этого. Тяжело. Но Банни Хоппинг работает как... Ну, ура. Что это за хрень? Готовьте свою команду. Раунд начнется через... Две. Болин. Одну. Бой. Да, давайте, побежали. Две. Да, да. Банни Хоппинг. тяжело а 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 не а это все ну что с этим чемпионом все понятно сейчас меня убьют да попробуйте меня сначала убить ага так выберите чемпионное оружие собственно голена нет а нет 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 не надо гордить к южному кварталу попивая сок у себя ну понятно что это за слет нет 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 что нет нет не В общем то у этого чемпиона такая фишечка. Дальше идем к Вайзеру. Это просто чисто кутришный персонаж. Прикинь, у меня сомбл. ну да это я ушел в наглость дум были кто там айзен защита появилась вашей команды защита не это самое не борзи ох ты ж блин как-то случайно ракета да это у меня будет вот такая дурелька ну чё еще один раз сыграем и на этом думаю можно закругляться командный бой надо вычеркнуть из списка какие то старые командный бой захват флага нечистивая троица арена клана мне не нравится там просто все оружие как в контре один раз убили раунд закончился нечистивая троица это три оружия три веселых друга ну разве что там можно посмотреть на ладно давайте найти игру так еще я хотел да пойдемте на испытания посмотрим что у нас там помадовали пляжный день это легендарный цвет простите так блатран еще мне не нравится что они все сделали под дуальные карты то есть блатран это дуэльная карта и тут прямо сильно много человек пасется на одном месте то есть 8 товарищей на одну такую маленькую карту которая изначально рассчитана на двоих на мой взгляд это как то так слишком мясисто в депп матче вы сейчас увидите так так надо помять чемпиона оба ха 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 давайте с толстых ночи так этот в а нет г готовьтесь к бою раунд начнется через 3 ну на четвертый раз уже не получилось давайте а где я вы поняли но это граната бросает жирная тварь посмотрите на очки жизни это просто пипец ну нет я слишком жирный для тебя сейчас продолжим влечения жирные нифига проблюемся немножечко для демонстрации наука ай-яй-яй урага четверной угон а видите это указывает что указывает что яд работает ну да тут надо посмотреть что первым работает что первым сработает либо плазма либо электро это собака не-не-не-не все мое эй-эй-нет-нет-нет-нет я понял не надо это никто с тобой не спорит ага ну что он торванется или нет не торванулся не а а не не а а а а а а и анархиста, и вот этого ящерицы в том, что у них движение из модов, которое позволяет пляха-муха, что патронов не было? Движение из модов, которое позволяет пляха-муха, которое позволяет ворочаться в воздухе, то есть вы прыгаете и потом... О, видите, какая хрень? Блин, жирнющая тварь... Да, да, он еще может в сторону... Ну, честно говоря, такая, блин, пипец... Странная штука этот клатч... Я ради интереса пытался играть, но, бля... Сделайте... Ну, на shift... И тогда поговорим... Но вот это двойное нажатие... Какой-то пипец... Да, блин... Ладно... Так... Я кем играю? А, вот этим... О... Сейчас покажем, как он бегает... Да, блин... Сука, вернулся... Пипец... Товарищи... Так, ты че, меня пасешь, сволочь? Бля... Реально пасет, да? Кто этот... Он даже... А... Осталось... Я первый... Блин, вау... За одно убийство... Во... Бахнуло... Видали? Четвертое место... Ну и последняя серия тогда... Хе-хе-хе-хе... С легкими чемпионами... Как раз получится... Одна-полтора... Лаги в опорс... Ага... Кого тут пинг? Вон да, у меня пинг... Но тем не менее, играется нормально... Несмотря на гребаные лаги... Мобильный интернет, оно такое... Ненадежная штука... Ага... Так, этим прошли... Вот еще четверочка осталась... Афина... Время... Хейри ситуации... Да? Что-то дали? Еще один осколок... Ну пипец... Осколки... А есть ли из тех... Которые испытания... Что-то XP дает... А что это за XP дает? Непонятно... А, XP тебе в Battle Pass проходишь... Ну, вот такая фигня. Первые недели, вторая неделя, третья неделя. Десять недель сезон получается. А почему такое удивлено? Потому что я особо так не слежу за этими батлпассами. Я в определенный момент очень сильно наиграл. За 200 часов. И после этого меня что-то как-то... Ну, нормально как бы. Игра, игра. В остальном без всякого фанатизма. Ну вот сейчас я играю, мне интересно играть. Удовольствие я получаю, совершенно определенное. А что за игра-то? Что за матч? Может уже час. У меня люди порасходились. Ха-ха. Мегалые. Зиплайн. Боище. О, The Longest Yard. Давно не видели. Ну, Сомни, это какая-то новая карта. Но, честно говоря, The Longest Yard здесь. И The Longest Yard, который был в Quake третьем. Они совершенно иначе играются. То есть здесь... Как мне кажется... Она несколько такая... Мрачная, космическая, все дела. Вот видите, она там... Тросиком так машет. Научись летать вначале, правильно? Да. Здесь такие огромные пространства, которые... Готовьтесь к бою. Начнется через... Три, две. Классика жанра. В бой. Окей, прикольно. Может, это правильный персонаж для... Кунг-фу-банда, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА можно этой девушкой а ей сейчас у него становится короче вы поняли про этого персонажа сейчас для нее может надо сделать управление приседания цена да да четверной урон вы видите плазменный след остается то взрывается о прикольно смотрите я не знал такой фишка что можно что у нее специально сделали механику из койки четвертого реализовали где-то там на присяде можешь камиказа в общем то это не мой самый веселый чемпион я скорее на средненьких квакообразных да uri ага защиты появилась учу защита г но вы увидели короче да теперь анарки анархия мать порядка хаос порядка отец он может воздухе менять направление другие товарищи летят по инарции сейчас у него становится чуть-чуть зараза какая этому нужно потому что с каждым потреблением этого шприца он чуть-чуть сильнее становится ах ты ж блин меня сплэшом убило нахуй конечно люди которые уже давно играют и там что ты там блин играешь как как лома полная но что делать 4 на подходе осталось 15 все следующее убийство а шутган матч блин это ушел собака что ты сделал не понимаю кстати шанс вот сейчас и как раз не замечен туда уйду видите я такой прикольно супер ну вот эта платформа такая хитрая тварь вот тут тоже можно так прикольно сделать подгадай и руки руки крюки блин урага есть защита осталось здесь я пошел а я пошел кем нибудь кем нибудь кем нибудь кем нибудь кем нибудь второй шанс выбрать чемпион осталась одна минута давайте жирная тварь а осталось осталось три убийства осталось два убийства блин куфу банда осталось одно убийство а а а а а а а а а ну что дорогие товарищи вот такая вот игра квейк чемпионс вот такие вот побольше тут веселье прет рекой если вы там не упарываетесь по поводу соревновательного элемента соревновательного элемента так что вот так но тем более что соревновательный элемент в том числе тут есть кстати говоря то есть как раз таки квейкон на котором можно заработать что нибудь если вам хочется а если не хочется так тупо поиграть испытание пройдено месть да да не 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 надо ну собственно тут еще есть несколько вариантов то что поиграть червоточные вообще да ну как вы видите рейтинговые это короли арены это классическая квако дальше 2 на 2 дуэль команд на бой классика тдм дм обелиск нужно атаковать обелиск врага защитить свой Sudden Death это Все с рельсами Убивающий мгновенно флаг Классика Нечистивая троица Это Ракетница Шафт и рельса Арена кланов Это Мы бьемся по раундам Одна жизнь Импульс 9 Собственно Стреляем из всего что есть в руках Обычно это превращается в нечистивую троицу Но с вариациями Вот Если Своя арена Че своя игра Подожди какая хрена Своя игра Смотрите какая тут есть Короли арены Два рейнджера Арена кланов 2 на 2 Червоточина Мгновенная А это такой Захват флага Прикольно Частивая троица Гонка вооружения Прикольно Вот смотрите Можно же И с собой Ракетница Да Бьется Это вариант Игры Где Нужно Попадать Прямым Ну то есть Чтобы ракета Конкретно попала Не просто рядом Тогда она урон не несет А именно Комрада Загадочный чемпион Это случайно Не чемпион Так Свои Случайно Сложность Кошмар Так И в общем то У нас Ну на самом деле До хренища уже Всякого Но все это Так запоминается Довольно быстро И хочется Больше 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 Но если вы хотите Больше 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 То добро Пожаловать В квейк лайф Там Карт Причем Красивых Потому что все Оттекстурено По самое Небалуй Ну то есть Как бы Геометрия Довольно простая Но текстуры Такие классные Выглядит Это как На Пятерочку То есть Всегда можно Продолжить В баре Попроще Ну или посложнее В зависимости от того Как вы воспринимаете Игру Вот Как то так В общем то Дорогие товарищи Спасибо за то Что были со мной Я надеюсь Что вы со мной Составили мнение Об этой Игре Мне она нравится Не то чтобы Я в нее часто захожу По Причине того Что я больше люблю Кооперативы Вот И там в общем то Есть что делать Кстати говоря Один модерн На движке GZ Doom Ну то есть Трехмерного Дума Который Который Ну то есть Был движок IDH1 Который переделали Настолько Что он где то На уровне Квейка второго Квейка третьего Даже Может выдавать Картинку Ну и в общем Какой то модерн Сделал На этом Движке Свой Квейк Чемпионс Это во первых Квейк Чемпионс Doom Эдишн Где Ты бегаешь По этим же Картам С различными Спрайтами Тоже И Это Все Очень быстро Весело И так далее Но я правда Не играл На самом деле Но По видео Выглядит очень здорово И есть другой Чувак Который Использовал Всех Чемпионов Из Квейка Третьего Чтобы сделать Синглплеерный Квейк 3 На этом же Движке То есть Фанатское Творчество Оно неистремимо И Старый ID Софтвер Они Это очень хорошо Понимали Вот Кстати Квейк Чемпионс Doom Эдишн Вот Про это Двухмерное Ну то есть То что на движке Первого Дума Сделано Ну точно На движке Первого На продвинутом Движке На фанатском Продвинутом Движке Дума Первого Сделано Там еще Куча Разных Других Чемпионов Добавлено И Из Блада И Дюк Нюк И по-моему Да есть И чего Только нету Там Короче Присоединяйтесь И играйте Ну и это тоже Не забывайте Так что Такие дела Спасибо за то Что были со мной Еще раз Если вам понравилось Лайки Шары Донат И все Что в ваших Возможностях У нас Также есть Дискорд Канал На котором Можно Присоединиться И Вместе Погамать Присоединяйся Телеграм И ВКонтакту Ну Там есть Еще Фейсбук Если кто-то Там Им еще Пользуется Вот И И И на этом Все Дорогие Товарищи Увидимся В этой Или в какой-нибудь Другой игре Спасибо И пока Пока Присоединяйся Присоединяйся